7 класс, 15 серия. Признаки делимости. Признак делимости на 25. Число делится на 25, если две последние цифры числа образуют двузначное число, делящееся на 25. 50 делится на 25, значит и вот это пятизначное число делится на 25. Признак делимости на 125. Надо рассмотреть три последние цифры числа. Если они образуют число, делящееся на 125, значит и все число делится на 125. 250 делится на 125, значит и 68250 тоже делится на 125. Задача первая. Найдите такое наименьшее натуральное n, для которого n факториал делится на 990. n факториал это произведение натуральных чисел от 1 до n включительно. 1 умножить на 2, умножить на 3 и так далее. Наибольший множитель n. Число 990 можно представить в виде произведения взаимно простых чисел. 9 на 10 и на 11. Значит, n факториал делится на 11. И это будет наименьшее натуральное n. Ответ 11. Задача вторая. Докажите, что разность трехзначных чисел, из которых одно написано теми же цифрами, что и другое, но в обратном порядке, что вот эта разность делится на 9 и на 11. Допустим, первое трехзначное число а сотен бы десятков с единиц. Давайте из этого числа вычтем число, записанное теми же цифрами, но в обратном порядке. Допустим, это большее, а это меньшее. Если записать в обратном порядке, значит, будет ц сотен, b десятков и а единиц. Взаимно уничтожаются вот эти слагаемые. Плюс 10b, минус 10b. Их сумма равна нулю. 100а минус а. Это 99а. Плюс с минус 100с. Значит, минус 99с. Делится на 99, делится на 99, а 99 – это произведение 9 на 11. Значит, их разность тоже делится на 99. Значит, разность будет делиться и на 9, и на 11. Неравенство с параметром. Давайте решим неизвестное. Давайте представим неравенство вот в таком виде. То есть вот это слагаемое надо перенести из правой части неравенства в левую. Затем выносим за скобки х. Получаем множитель перед х, 5 минус а. Справа а минус 3. А теперь надо рассмотреть три случая. Допустим, вот этот множитель принимает значение 0. Что тогда получится? А 0 будет в том случае, если а равно 5. Посмотреть, что получится. Затем второй случай. Если множитель – число положительное. Значит, надо разделить обе части неравенства на 5 минус а. Знак неравенства сохраняется. А если этот множитель – число отрицательное, то тогда тоже можно разделить обе части неравенства. Знак неравенства поменяется на противоположный. Итак, ответ таков. Если вот этот множитель равен 0, а это будет в том случае, если а равно 5. Что получится? Слева 0, а справа 2. 0 больше 2? Неверно. Решений нет. Так, если 5 минус а больше 0, а это будет в том случае, если а меньше 5. Делим, получаем ответ. х больше, чем а минус 3 делить на 5 минус а. Если вот этот множитель – число отрицательное, то есть а больше 5. Делим обе части неравенства. Знак меняется на противоположный. х меньше, чем а минус 3 делить на 5 минус а. Так вот, ответ записывается вот таким образом. Три случая рассматриваются. Давайте решим еще одно неравенство с параметром. Тоже надо раскрыть скобки. Вот это слагаемое перенести справа налево, в левую часть неравенства. Затем здесь надо увидеть формулу квадрат разности. Если х вынести за скобки, то получится квадрат разности. а минус 2 в квадрате. А теперь, после того, как неравенство привели к такому виду, надо будет рассмотреть два случая. Потому что здесь будет либо 0, либо положительное число, потому что квадрат. Отрицательного здесь быть не может. Значит, в ответ будем записывать два случая. 0, либо положительное число. Итак, если 0, а 0 тогда, когда а равно 2, что получится? Слева 0, а справа 4. 0 больше 4? Неверно. Решений нет. Так, если а принимает любое другое значение, вот кроме 2, после возведения в квадрат получится положительное число. Можно разделить обе части неравенства на положительное число. Знак неравенства сохраняется. И получаем ответ. Итак, ответ записывается. Вот таким образом рассматриваются два случая. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...